привет так я пишу тему эмоционально привет ой удалила комментарий место прикрепила комментарий нажала кнопочку удалила комментарий здравствуйте девочки добавляйтесь прикрепила комментарий смогла так мои дорогие привет привет и вас рада видеть спасибо что со мной так и у нас с вами сегодня тема эмоциональная зависимость тема парализующая огромное количество людей она очень часто встречается сильно чаще чем мы себе думаем она прямо как такой паук который вот оплетает и мы с вами сегодня они поговорим потому что мы идем сами к эмоциональной свободе автономности и все вот эти взаимосвязи с другими людьми которые на самом деле выросли из детства и которые мешают нам испытывать свои истинные эмоции мы сами сегодня будем разбираться здрасте мои хорошие так у меня приятно приветствуйте как то так прямо по родственному я даже бы сказала я вас тоже рада видеть как вы расскажите мне по десятибальной шкале насколько вы сейчас в хорошем расположении духа насколько вы ресурсно поделитесь пожалуйста давайте по десятибальной шкале как вы себя чувствуете оцените сейчас физическое свое эмоциональное состояние и вот совокупная оценка средние температуры по больнице как вы себя ощущаете до восьмерки пятерки семерки понятно попробуйте прямо сейчас осознать свою позу осознать свою позу и как-то потянуться подышать почувствовать себя подумайте что прям сейчас могло бы вам немножко получше себя почувствовать хотя оценка 8 конечно же очень высокая вот но прямо сейчас на и хорошие прямо вот прямо в эту точку ты мои мой слышите голос да вот попробуйте прямо сейчас пробежаться по телу почувствовать что не так что так может быть отпустить то что мешает и наше тело нам обычно подсказывает бывает напряжение в плечах в голове какая-то усталость какое-то переживание страх какой-то да это всегда телесная реакция ее можно прямо ощутить и по крайней мере отсадить от себя можно знаете как вот мы с вами каждый раз образы отсаживает принципе также отсаживается и боль можно ее увидеть потому что что-то и вызвало можно это все отсадить и в этот момент она не внутри вас а рядом и вы себя тогда чувствуете лучше окей окей хорошо мои дорогие а мы с вами работаем с эмоциональной зависимостью что же это такое я вам сейчас два слова расскажу она вся из детства берется это когда вы хотите от родителя получить то чего родитель не может дать по своим причинам не был готов к ребенку инфантильный занят болеет решает свои какие-то проблемы в общем есть какая-то причина почему он этого не может вам дать но как бы ребенок же не выникает это он и не должен у него есть потребность которая должна быть удовлетворена и он привыкает как бы стучаться в закрытую дверь и потом есть тенденция так и оставаться у этой закрытой двери поэтому у людей очень часто сложное отношение с родителями они как были в детстве сложные так они их и остаются такими да и в принципе есть три пути да но допустим представимся вас то было вот инфантильная мама допустим да или там холодная или там разводилась с папой например или пила например или не знаю там карьеристка была такая то есть не до ребенка было а ребенок тянулся ему было важно чтобы мама погладила по голове чтобы она одобрила чтобы она вообще увидела сказала что я тебя люблю ты мне нужно да то есть вот это хочется это нормальная потребность здоровая но тогда получить было нельзя и в принципе там есть три пути вот оттуда как вам кажется девочки какие три пути есть какие вас версии когда ли когда ну когда вот мы вырастаем а что мы можем сделать каким-то рём дорожка можем пойти думаем 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 давайте это как раз решение эмоциональной зависимости какие у нас сами есть пути два конструктивных два вернее таких и не конструктивных а 3 конструктивный как вы думаете вот представьте себе вырастает человек опираться на себя далее это путь терапии когда я говорю да мама не могла мне дать но я-то теперь взрослая я-то теперь ответственная я-то теперь не маленькая девочка да я могу начать понимать что мне надо и получать это от других людей да но в основном люди идут по по двум другим путям какие же они удовлетворить эту потребность любви я очень их тема хороший вопрос за счет чего да то что мы пытаемся удовлетворить это потребность любит а правильно вопрос каким способом каким способом до становиться таким же холодным до 1 неконструктивный по пункт это отказ да мне и не надо а оля противоположный предлагает стать самым любящим отдавать то чего и не было да такой есть тоже вариант или прилипнуть к нам кому-нибудь ищет любовь партнер дички же не умные киже молодцы да мои дорогие тогда идет проекция я говорю ладно мама не дала мне любовь вот он мне подарят любовь и мы приклеиваемся кому-то и ждем от него и требуем кто-то молчит кто-то обижаться но мы ждем что кто-то это тот кто скомпенсирует нам любовь и поэтому часто романтическая влюбленность вообще держится на ожиданиях проективных понимаете о том что вот он мой герой и вот эти все обожествления они связаны с тем что я хочу получить то чего я не получила от мамы или от папы или от обоих родителей да бывают случаи когда идет отказ когда я говорю так мне и не надо то есть я не получала я и не буду то есть это это область любви отношения она обесценивается и тогда люди уходят в работу зарабатывание денег таким становится жесткими расчетливыми даже если у них есть дети они становятся такими холодными и эти при живой матери как бы брошенные потому что она не дает тепла и не дает любви потому что не получила тогда вот и да есть такой вариант как а отказ как бы отказ как бы отказ да то есть я не буду никому давать я не буду требовать все как я в домике да это люди обычно внутри конечно очень и сушеный по любви или есть вариант гипер компенсации я не получила но теперь я буду отдавать из последних сил всем вокруг спасатель такой появляется спасатель появляется здравствуйте все кто присоединяется это плохо для внутреннего ребенка потому что посмотрите что происходит что там происходит я не получила от мамы я так дефиците остаюсь но я начинаю любить других из последних сил да то есть я начинаю отдавать я не получила но я отдаю представляете что внутри там что там какой там уровень дефицита если я отдаю не получая да эти люди очень часто потом уходят психосоматические заболевания тело не справляется просто с тем что от откуда брать все время из себя все идет да ну как бы ресурс кончается на вот а есть еще такая форма когда ну вот красота которые я жду вот от кого-то и тогда люди эмоционально привязаны тогда если партнер уходит кажется что рухнул мир почему да потому что не этот партнер ушел а все ожидания мои ушли я-то надеялась что ты мне все скомпенсируешь а он-то не скомпенсировал это конечно грустно оля мне пишет я спасатель думаю обо всех но не о себе оля моя дорогая я тоже отношусь к этой категории относилась я с этим работала и работаю это самая страшная категория для самого человека это все доктора это все люди которые готовы отдать себя это всякие пожарники мчс никит люди которые не думают о себе вообще как раз да и это как раз полный отказ от себя происходит от себя вот поэтому тут очень важно эту часть любви которую вы направляете на других людей направить на себя потому что ваш ребенок обделенный вот чем дело вот да мои дорогие так вот и вот эти вот несколько путей спасателя отдать даже если у меня нету или в зависимости в эмоциональную ты дай мне теперь я буду около тебя в надежде что я получу вот все эти пути конечно же детские неконструктивные вот а мы с вами идем в здоровый путь в открепление ожиданий открепление эмоциональной зависимости да и погружение в себя понимание что я теперь выросла у меня есть точка опоры я знаю свои потребности девочки никто другой не знает ваши потребности лучше вас никто не может угадать никто их не знает только вы понимаете вот и поэтому как раз понимание своих потребностей удовлетворение просьба других людей поиск тех людей кто может удовлетворить потребности это все здоровый путь да а вот это вот вот прикрепленность к объекту который не может дать то есть это за стучаться в закрытую дверь и злиться что он не может дать обижаться что он не может гневаться что он может дать испытывать боль но все равно продолжать с упорством маньяка ждать то вот это вот и есть эмоциональная зависимость мари пишет я тоже слишком включая чужую проблему девочки давайте сами порассуждаем а зачем мне включаться в чужую проблему когда я включаюсь чужую проблему что происходит с моей более что происходит с моей проблемой что с ней тогда происходит давайте-ка поразмышляем что же тогда происходит зачем мне включаться в чужую проблему девочки всего есть логическое объяснение очень понятное да зачем мне включаться чужую проблему ничего не происходит не самое главное происходит что с моей болью что с моей проблемой где тогда фокус внимания где тогда фокус внимания уходит правильно нет контакта я не смотрю на свою боль я не контактирую со своей боль и и как будто бы нет что-то другое становится более важным конечно девочки цель достигнута цель достигнут я получаю значимость конечно я помогла другим людям да да я перевела фокус я обманула саму себя понимаете я как было задница так и осталось но я получила одобрение других людей признание других перенесла фокус внимания не посмотрела на свою боль понимаете тем самым как бы уберегла себя от боли понимаете так как если у вас не знаю пол руки нет у вас с ранения какой даль не знает ну что-то болезнь а выбить боже да это ерунда вот посмотрите что у него вот его нужно лечить вот конечно же только свое то ничего с ним не происходит вы знаете я тут вспоминала как она я спасателем то было с момента родов у меня мама есть делали укол какой-то не было кровоизлияние в мозг и я рождалась сама да то есть мама не помогала даже но вот в этом раннем возрасте так случилось и по ее совершенно вине что-то я там вкололи я даже когда периодически вижу но там эти вот ощущения свои да так меня иногда меня откидывает во внутриутробную травму в это я вижу такой знаете минное поле прям такая земля и я ползу как знаете такой на этих на вот так вот ползу значит я понимаю меня задание нужно выйти знаете я одна в этом то есть мне дали задание я иду я значит ползу и значит меня получилось но такими усилиями то есть вот это ощущение как должно быть когда есть поддержка у меня не было на таком уровне биологически чечечеческом так вот еще очень хотел я вспоминала знаете тут у нас когда была тема про спасателей на вот обучение моем и там всех конечно очень токнуло потому что психотерапевты это же тоже спасатели понимаете правда которые повернули эту свою вещь именно в профессию до чтобы получать деньги за это чтобы это делать осознанно и какое-то определенное количество времени они всю свою жизнь не бесконечно да вот только в рабочее время так вот знаете я тут вспомнила такую вот историю про себя я прям думаю как мне это вообще вот потом на осознанном уровне возникло и знаете я помню когда мне было плохо в подростковый период такое все непонятное все сложное все такое тягучие вообще непонятно как с этой болью быть с неопределенностью в семье все тяжело так уж и ужас вообще как я помню такой знаете прямо как будто в липком таком болоте прямо так тебя засосает и я думаю то нет невозможно это чувствовать просто невозможно на счет с этим делать я придумала схему я говорю надо подумать кому хуже чем тебе и помочь ему боже как это сработало до вовремя до находишь что у кого к кому хуже и свое болотце как будто бы уже нет как будто воды из него вышла на самом деле да и переключаешься то что вы пишете девочки это все правильно мари пишет я так понимаю что помогать нужно только если отклик но с меньшим включением учусь контролировать это очень просто помогать нужно только если вас попросили только если была прямая просьба вам сказать слушай помоги мне пожалуйста вот если была прямая просьба имеет смысл помогать если у вас есть ресурс если вы себе уже помогли да но если просьбы не было помогать не нужно о танюша мая присоединил танюшечка бред мы сегодня говорим про спасателей про эмоциональную зависимость вот да поэтому если вас не попросили то вы спасаете для себя а не для того человека понимаете в чем дело вот поэтому да поэтому вот это вот переключение других что мне не дали любовь и теперь я дам ее вдвойне в тройне всем остальным девочки это а нам о чем говорит что есть хороший потенциал хороший потенциал есть но мы его тратим не на себя понимаете не на себя значит мы будем страдать понимаете оля пишет это точно у меня тоже так было стало легче когда кому-нибудь помогла да и это проще кому-то помочь чем себе понимаете да и смотреть в свою боль всегда сложнее мои дорогие сложнее в собственную боль смотреть лучше в чужую посмотреть как бы так кажется да но своя то тогда оказывается не удовлетворенный понимаете в чем дело получается что спасатель это вообще отказ от себя это полный отказ от себя понимаете если те кто прилепились и ждут и требуют и капризничают они хоть еще в контакте с собой при столетии то те кто отвернулись от себя им уже это и не нужно они другим дарят любовь и все эти уже совсем от себя отвернулись и совсем и совсем отказ отказывают себе понимаете в чем дело ну что мои хорошие готовы посмотреть в лицо своей эмоциональной зависимости готовы кто готов поставим плюсик это страшно но психика вам покажу только то что вы готовы увидеть поэтому мы настолько наша настолько насел от экологично происходит понимаете чем дело что человек может увидеть только то что он сейчас готов то что он не готов видеть психика ему не откроет поэтому мне часто это не как же так я же с тема работала вот этого не был я говорю но вы не были готовы увидеть не были готовы и плюсики пошли также люди пишет 10 лет назад поняла если назад поняла если изо всех сил стараться ради кого-то то там не ценят даже элементарного спасибо нет потому что ты это делать для себя до вопрос просили ли вас там помогать прям так потому что если просили то тогда вы можете это делать просто ну как бы только в силу своих ну когда только столько сколько вы помочь можете понимаете а спасатель же обычно рассчитывает на благодарность и он же хочет это чувство получать одобрение вот этого что я особенность что мне благодарны как бы получить то эту любовь понимаете но получить ее так невозможно потому что все равно это другое чувство да 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 и то что вы видите что это для вас было молодец ой сколько у меня плюсиков девочки я очень рада что мне столько плюсиков что вы меня готовы работать ну давайте первое нам с вами сначала нужно вообще вспомнить любовь вселенной тот кто помнит своего внутреннего родителя вспоминайте внутреннего родителя в общем нам нужно сами сейчас подпитку получить да и представьте поток любви внутреннего родителя что-то такое представьте поддерживающая вас просто рядом чтобы она была просто рядом то что вы теперь не одни и поэтому вы готовы увидеть ту свою часть которая нуждалась любви но не получала любовь и до сих пор не получает и поэтому вы либо перешли в спасатели который другим отдают любовь или вы перешли вот в такой эмоциональную зависимость когда вы держитесь за эту любовь да но самое главное что есть та моя часть которая так и не получила любви но которая хочет ее получить или где-то в глубине надеется а может уже даже отказалась от этого но действительно не получила и в спонтанном образе перед вами на стульчике да вы которая так и не получила любви у которой потребность в любви в признании в принятии том чтобы ее заметили взяли на ручки не удовлетворена была или не была удовлетворена полностью и вот теперь вы ее готовы увидеть лена спрашивает а вариант не буду давать не буду требовать ли она это есть отказ отказ да это либо уход в другую область другую сферу да ну это просто отказ я беру эту сферу для себя как бы закрываю понимаете и как будто бы нет сама себя обкрадываю так ну что кто что видит как выглядит это ваша часть которая не получила того что хотела как она выглядит что-то ей нужно хотелось когда-то но она не получила как же теперь это выглядит девочки давайте пишем понурая сутулое я маленькая девочка большом платье плачет на стульчике лицо закрыта руками опущенной голова плечи так какая-то кикимора и сказки все хорошо очень часто вот образы бывают такие лохматые убогая как робота я в школе в период проблем с одноклассниками маленький ребенок 7 лет потухший взгляд отлично отлично да прямо вот увидите и докурить ее образы могут быть разные чем сильнее ваше отвержение и чем сильнее невозможность увидеть боль тем страшнее уродливее будет образ бывает такая вообще к такой кошмар вот люди прям аж боятся видеть это у меня тут было у клиентки такая напрямую спасательница там серьезного уровня ее был такой пол труп прикованный к стене понимаете там то есть такой прям девочка из колодца было поэтому любой образ девочки просто увидеть его и скажите ей скажите этому образу что теперь я знаю что ты есть я признаю что ты есть и какой бы ты ни была как бы ты не выглядела у тебя была причина почему ты такая сейчас маленькая поникшие не замечают взрослые ее мнение неважно до во дворе не хотят с ней играть до увядший цветочек привядший цветочек девочка истощена в лохмотьях нерасчесанности ты плачет бетонная стена не вижу бетонная стена это это подавление лент вот то что вы говорите отказ это есть подавление образ подавления отсадите стену спросите зачем она подавляет и что она подавляет это вам пока психика показала только это это подавленные чувства кирпич и бетон это всегда подавление поэтому вы можете работать с образом стены что вышло то и вышло это тот уровень которому сейчас готовы вот и все девочки мои дорогие хорошо скажите ей сейчас вслух прямо откройте ротик и скажите ей что какой бы ты ни была я знаю у тебя есть причина быть такой и я не осуждаю тебя я знаю что ты есть я теперь готова увидеть тебя и я хочу помочь тебе скажите это да скажите это да ну вот ощущение брошенной девочки девочки так и есть это внутренняя боль это та ваша часть как от которой вы отвернулись да да именно она и порождает эмоциональную зависимость потому что потребность никуда не девается просто либо вы как контактируйте с этим и ищете возможность или отвергаете отворачивайтесь и переключаетесь на других людей на другие сферы потребность от этого не уходит понимаете она только усугубляется а теперь дальше давайте а теперь дальше что я чувствую к этому образу вот вы увидели образ окей вы сказали ему что он имеет право быть да и что вы теперь его видите окей анюша а как у тебя выглядит образ вот а теперь что я чувствую к этому образу вот я вижу эту девочку вот я вижу там стену вот я вижу там брошенку вот я вижу там себя в подростковую что я взрослая сейчас чувствую к этому образу пишем не девочки это очень важно мне хочется плакать да какие чувства жалость так еще кого что слезы подступили нежность хочется обнять что еще очень жалко и грустно невозможно так любовь обнимаю понимаю так еще что отвержение ни у кого нету вот как бы отвращение отвержение хочется пройти мимо нету страх сожалению страх веселья да понятно девочки мои дорогие жалко что я не знала об этом и не могла себе помочь хочется дать любовь и заботы от нужно сам часы все это и будете делать краса отлично боль и нежность одновременно хочется обнять ее но я боюсь от чего боитесь чего боитесь хочется и выслушать до девочки единственно здорово здесь реакция это любовь и желание помочь выслушать утешить понять жалость это интроект это кто-то из ваших близких испытывал к вам жалость но не мог помочь и не мог влюбить по-настоящему бессилие это вы проваливаетесь в ребенка который ничего не может делать поэтому пожалуйста всю свою жалость сейчас отсадите вот есть вы есть образ а есть ваша жалость отсадите жалость как она выглядит кто вас жалеет ребенка но не может ему помочь кто у вас жалеет но не готов вот прям включиться понимаете потому что есть любовь это активное такое чувство хочется по обнять понять разобраться понимаете а есть жалость и такая знаете как бы слезки вот то тереть но не по помочь невозможно понимаете отсоединяйте это боюсь что не могу помочь что там столько боли до марин именно из-за того количества боли которая там есть вы ее и и изолировали поэтому мы сейчас представляем любовь вселенной без нее мы никуда не продвинемся так девочки кто жалость отсадил поставьте плюсик жалость это неактивное чувство это понимаете вот папа маму бьет а бабушка потом утешает внучку это ничего страшно все будет хорошо вот это жалость понимаете это человек который не может решить который не может помочь не может ничего сделать только знаете потом как-то успокоить но это не любовь да и вот у нас к себе должна быть активная позиция а не вот это ой ты моя ой ну ладно что ж ну сейчас ничего но сейчас вот как-нибудь что-нибудь все будет хорошо с какого перепуга будет хорошо все если ничего не меняется с чего ты взяла это жалость да и кто же у вас вас жалеет как выглядит жалость давайте как же выглядит жалость зачем мы отсаживаем эту отсаживаем ее чтобы очистить свое чувство к себе потому что вы смотрите на себя через чужое чувство страх у кого был отсадите кто боялся вам помочь кто боялся контактировать с болью ребенка боялся и отстранялся это тоже не ваше чувство родной кто-то из родственников так делал понимаете вы просто навпитывали на в себя это отношение теперь относитесь к себе также каком относились когда-то мамина бессилие молодцы бабушку отсадили у меня шея заболела так мама так детстве дело до отсаживайте им проекты это не вы это не вы правильно и мы начинаем относиться к себе как когда-то относили к нам мы так никогда себе не поможем потому что жалость беспомощность чего что можно с этим сделать ничего отсадите просто маму с ее жалостью бабушку с ее там бессилий отсадите всех скажем мама ты все чувства бессильной отлично вот твой бессилие я тебя возвращаю папина папину отсадили реакцию папа это твоя реакция я взрослая я большая девочка это мои части я себе точно могу помочь поэтому папа бесс и боятся 5 5 твой страх отдаю да видите так оль не очень поняла фразу что жалость мешала что это такое нет жалость мешает всегда это невозможность помочь по-настоящему потому что жалость это противоположность любви вы в курсе что жалость противоположна любви любовь исходит из того что человек потенциально сильный он справится его важно поддержать а жалость исходят из того что он сирый у боги исчастно его можно только пожалеть это это как бы инвалидизирующие чувства жалость это вот как бы это это если долго испытывать к это к ребенку то ребенок как бы а это чувство инвалидизирует он перестает верить в свою сила он перестает верить то что он уверена что он умный что он красивый что он справится он думает что он какой-то жалкий понимаете что он какой-то убогий шум какой то не такой вот чем дело а любовь расправляет крылья а жалость покрывает слизью такой понимаете что ой вот такой тоже вот да да поэтому это надо отсаживать это очень погубно нас просто вся русская культура на жалости построена понимаете там вот жалею означает люблю вот это понимаете но в общем это разрушительное чувство она не имеет ничего общего с любовью она людей эмоционально делает инвалидами да но как раз не расправляет их не подталкивает к реализации к здоровой жизни к радости к деньгам к счастью вообще к партнерским отношениям она вот их как бы знаете так вот на наоборот в другую сторонку где страшно непонятно вот как то так все такое вот поэтому все детство чувствует ужас так отсадить ее господи выжимой она же не ваша отсадить ее от себя до отсадить она не ваша все девочки да мы именно прочищаем пространство потому что это не истинное чувство что такое я чувствую к себе жалость я чувствую к себе любовь и желание помочь да как-то разобраться поддержать словом делом как-то там физически понимаете вот эти вас там ребенок приходит не знаю него там как ровещих лечит или он там все коленку разодрал мы не будем рану обрабатывать мы не будем знать как как вообще произошло что у этой мой несчастный все это кусочек только да то есть ну вот он а делать то что-то ну а как-то вот а можно вообще от испугаться и впасть в бессилие ой все его и мне надо мне падай в обморок ты дам весь коленку ободрял все можно в бессилие уйти понимаете можно в равнодушие уйти что есть что нет это все нездоровая реакция так лена спрашивает те жалость те жалость что такое тяжелость до жалость наверно до жалость это не то же самое что побыть с человеком когда ему больно разделить его чувства они смотрите в чем смотрите в чем разница сейчас объясню то что вы говорите это принятие это просто побыть рядом у человека что-то произошло допустим у подростка первая любовь и он рыдает например да вы же знаете что это пройдет и вы знаете что ему сейчас сложно и в этом нету для вас катастрофы но вы разделяете его чувства и вы просто рядом с ним как со здоровым понимаете вы знаете что ему сейчас больно но это проходит и тогда выпаде ну когда эти вы внутри себя светлые здоровые вы в принятии этого да вы не относитесь к этому как катастрофе как чему-то такому что ну вот что все и вы же с ним не рыдаете понимаете вы с ним рядом да выгодите да я знаю тебя больно у меня тоже такой был я понимаю но ты знаешь это проходит на самом деле но сейчас в моменте тебе очень тяжело я вот рядом с тобой давай ты хочешь эти чаю готовлю хочешь по голове тебя поглажу хочет ты мне расскажи как ты себя чувствуешь понимаете вы начинаете быть с ним просто рядом но это не значит что вы себя так также проваливаетесь в этом нет наоборот если вы в это проваливаетесь вы не можете поддержать понимаете он рыдает и вы с ним представляете рыдать он бы и он понимать ё-моё все вообще катастрофа то есть света в конце туннеля не не предвидится понимаете поэтому вот это когда бабушки начинают стонать ой я бедная несчастная ой да ты и моя брошена они усугубляют это понимаете они усугубляют там нету здравого смысла в жалости нету здравого смысла там есть свой страх собственная боль там как бы вот это жалость это человек свои чувства проецирует на вас а по принятии это когда я рядом с твоими чувствами но у меня-то свои чувства но я рядом с тобой понимаете понятно разницу захотелось прочитать свою кикимору привести в человеческий облик кикимора сама должна раз поправиться подождите мы ничего не делаем искусственно да но то что желание помочь разобраться по и появилась это хорошо хорошо теперь когда вы отсадили все эти субличности свои сети вот интроекты жалость там вот это все отсадили хорошо что теперь вы чувствуете еще раз посмотрите на этот образ на свой посмотрите почувствуйте внутреннего родителя кто понимает что такой внутренний родители он вас должен быть кто не понимает девочки есть мой курс как полюбить себя навсегда обязательно всем купить пройти и обрести внутреннего родителя без него никакая психотерапевтическая ваша самостоятельная работа невозможно это ваш внутренний образ защиты и опоры безусловной любви который позволяет исцелять травму поэтому кто не был я вас прямо вам говорю вам надо купить этот курс как полюбить себя навсегда и там есть упражнение на внутреннего родителя его надо себе его надо вспомнить понимаете да когда я говорю представляем любовь вселенной там должно быть вообще-то два образа любовь вселенной внутренний родитель потому что он ваш как ангел хранитель а есть поток любви в мире куда вы приходите то есть два образа должно быть поэтому для вот усиление эффекта он должен быть у вас да и вот когда вы чувствуете любовь вселенной и любовь внутреннего родителей вы теперь взрослая посмотрите на эту часть посмотрите на нее и идите в нее теперь пересядьте вчера только сделала вот отлично при молодец идите теперь пересядьте в эту часть теперь вам нужно с ней сконтактировать вы никогда не узнаете правду просто видео вам надо в нее пересесть идите пересаживайтесь идите пересаживайтесь и оттуда почувствуйте почему плачет девочка или почему она взлохмачена или что в стене в этой спрятки девочки давайте да то есть что там внутри вы почувствуете эту что там страх боль обделенность одиночество невозможность выразить свои эмоции ощущение что меня не замечают не нужно почувствуете что там такое одиночество да у кого еще что почувствуете там это чувство просто что вот это то что вы испытывали тогда и от чего вы теперь убегаете девочки у кого еще что я говорю своему внутреннюю ребенку так как мы будем действовать дальше ой вы пересели в ребенка вы пересядьте в ребенка почувствуете что он чувствует сначала оксана сжатость одиночество пустота страх ненужность изолированность да мои дорогие видите там очень такие чувства то неприятные и ребенок остается в этом один трудно дышать меня никто не слышит и не любит ощущение неполноценности некрасивая бездарная неприятие себя да и вот то что там ребенок чувствует девочки это тоже не его это отношение которые он впитал в себя вы понимаете из выходность меня клеветали до одиночество что никого у меня нет сжатость груди девочки молодцы и вот теперь вот эти чувства которые у ребенка смотрите теперь из ребенка на себя взрослую на внутреннего родителя посмотрите теперь во первых видят ли ребенок вас взрослую вы можете своему взрослому образу разрешить проявить любовь чтобы взрослая я наконец проявила ребят к ребенку любовь подошла ближе села на коленке посмотрела в глаза да и вот теперь из ребенка девочки выдохните это чувство одиночество этого страха потому что она тоже не не ребенка и понимаете она привнесенная в ребенка поэтому выдохните как выглядит это одиночество этот страх это бездарность это ощущение что меня оклеветали ребенок да он впитал в себя не свое и теперь мы это выдыхаем освобождаемся от этого давайте прямо из ребенка можно освободиться можно выдохнуть да но это возможно только если ребенок видит вас взрослую видит внутреннего родителя он теперь не одинок понимаете да когда ребенок видит что есть внутренний родитель любой вселенной что он не к маме теперь привязан или к бабушке или к папе а теперь есть вы взрослая вы приходите и вы готовы принять полюбить услышать обнять тогда только он может избавиться освободиться от этого чувства которое с ним долгие долгие годы понимаете чем дело то да она ведь ты хочет обнять это прекрасно и она может тогда обнять и это чувство может выйти из нее и вы тогда можете обнять ребенка ребенок выдохнул какой-то зеленый дым воняет но это отношение к нему наверно да пускай выдыхает выдыхает из тела что-то может выходить бывает как грязь бывает как дым варки то вороны летят камни чего только не бывает как у вас будет так для вас и правильно почему-то почему-то они становятся внутри легче марин есть парида есть причина по которой по которой не не знаю это нужно образ и изучать образ образ только причину знает почему ребенок не отдает может быть он не доверяет вам еще может быть у нас пирас увидел понимаете и не верит еще вам может быть такое может быть зачем-то удерживает иногда ребенок уходит в протест и говорит нет я не отдам иначе как бы да то есть у меня бы он хочет отомстить например такое бывает надо это все разбирать у меня старые железки но вот давайте железки все ребенок может на начать плакать и тогда вы начнете то прям виде слез отдавать давайте у кого еще что пишем не да девочки не думайте что вы сейчас все сделаете во первых да у нас такая типа как коллективная консультация вы к вы продвинетесь вы сделаете какой-то шаг то что вы уже увидели вашу боль вашего ребенка это уже много тот кто смог почувствовать почему это вообще круто тот кто смог как-то обнять его этого вообще великолепно там обычно много 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 слоев буду проделать эту практику семейство моё не оставляет меня в покое все время мешают роваться в комнату лену будет же в записи все можешь потом перри смотрите еще раз делать дальше тоже буду заканчивать так мои дорогие да когда ребенок это выдохнет отдаст это как бы она уйдет из него из ребенка что теперь захочется сделать может быть вам захочется обнять себя вот внутреннего родителя или что этот ребенок захочет подойти или он сам захочет причесаться или он захочет переодеться или он захочет бежать по полю возникает обычно из ребенка какое-то желание увидела любящие глаза и появилась надежда стал радостным хорошо гвозди камни пускай выходят двойное чувство и хочется плакать и появилась уверенность но смотрите мы когда от чего-то освобождаемся в себе там освобождается пространство для того чтобы вернулась наше чувство наши чувства истины это уверенность себе вот и все поэтому оля но у вас совершенно на кармане да вот ребенок может что-то сам захотеть сделать он освобождается и он может обычно возвращается какая-то его природная здоровая способность бегать прыгать смеяться причесаться умыться не знаю покушать он захочет да у вас может быть час еще девочки фаза когда вы будете это отдавать принять цветы сердечки свет хочет допускать оксан если он уже готов мы делаем с той скоростью с которой готов ребенок если вас только фаза отдавания пускай все отдается же мы не торопим никакой никого девочки в 40 50 лет 30 с этим были уж ничего за один день с вами не произойдет поэтому мы не спешим и та фаза которая есть мы ее не педалируем появился интерес ко всему здоровая эмоция ребенка это любознательность это интерес это одна из базовых эмоций интерес и радость да она возвращается а мой ребенок превратился здоровую красивую девушку прекрасно глазки блестят она смотрит на меня с огромной благодарностью мы держимся за ручки я чувствую что ей опора прекрасно я рада в общем девочки какой бы у вас этап не был мы сегодня сильно продвинулись и вот когда мы в эмоциональной зависимости или мы спасаем кого-то мы отворачиваемся от этого ребенка до в надежде что кто-то другой видимо позаботиться но никто другой о нем не знает и не видит иногда даже мы сами-то его не видим какой шанс что кто-то его увидит она купается в реке на душе стало легче девочки я сейчас оставляю уже мы с вами много я все время хочу найти эфир укладывать в 30 минут сейчас 51 минута это вам подарок клуб предоставляет такую уникальную возможность групповые консультации за три копейки и я рада то что я могу это делать я рада что вас то получается делать групповом формате это очень сильно стало легко и мурашки по спине отлично я обожаю вас за ваш клуб татьяна спасибо вам такое возможно пожалуйста да я делюсь тем чем я то что я умею делать я этим делюсь да мои дорогие в общем кто на какой фазе остановился как бы до завершите фазу да то есть если выходит пускай выходит пускай она выходит все выходит у кого-то это может несколько дней продлиться вот вы пожалуйста обнимите кто-то кто готов почувствуйте что ребенок хочет и дайте ему это это и есть та потребность которая в него была ну которую мы сейчас увидели это не значит что она единственная это значит что сейчас психика показала это вот мои дорогие все я вас люблю обнимаю зовите подружек в клуб рассказывайте про то что у нас здесь происходит какую глубинную работу мы делаем опять что к тех кто готов потому что не всякий к этому готов в общем приглашайте в клуб я знаю что это очень хорошо помогает все мои дорогие всем пока счастливо